1 августа 2018 года исполнилось 35 лет с тех пор, как Александр Соболев занимается строительством. Инженер-строитель – это та профессия, которую он любит и не представляет себя работающим в другой сфере. Кстати, свой первый дом, 60-квартирную девятиэтажку, Александр Соболев построил еще в студенчестве. А в записях его трудовой книжки всего две организации, в которых он работал за весь свой трудовой стаж. Когда занимаюсь любимым делом, и людям, которым мы строим жилье, основная задача, чтобы они забывали, кто его построил. Они только радоваться должны тому, что купили или построили за кредиты, для того, чтобы встречались и улыбали другу, и говорили спасибо. Даже шлют эсэмэски. Решением Гомельского облсполкома директор Открытого акционерного общества «Мозорский домостроительный комбинат» Александр Соболев стал обладателем ежегодной премии «Человек года». Именно он победил в номинации «Лидер». Александр Соболев – коренной мазырянин. Мозорь для него – это город, в котором он родился, учился в школе, из которого уходил в армию и в который вернулся после службы. В конце концов, это город, в котором он работает всю свою жизнь. Полесскую Швейцарию на Припяти Александр Соболев любит всей душой и знает все ее самые узенькие улочки-переулочки. Учился будущий строительный гору в Брестском инженерно-строительном институте. В институте, конечно, годы прошли очень прекрасно. Там я научился и строительному делу, как и по учебникам, так и фактически. Потому что, учась на дневном стационаре, я занимался, был бригадиром строительной бригады, которая вела строительство дома для преподавателей. Мы до часу дня занимались в аудиториях, в два часа выходили на работу, работали каменщиками. Так что свой первый дом, а это была девятиэтажка на 60 квартир, Александр Соболев построил еще будучи студентом. Лидерские качества уже тогда позволяли нашему герою зарабатывать очень неплохие деньги. Судите сами. После учебы, работая на предприятии, мастер Соболев получал 150 рублей. В то время как его же зарплата в должности бригадира стройбригады в студенчестве составляла почти 200 все тех же советских рублей. В 1983 году Александр Соболев заканчивает институт и по распределению приезжает работать в родной Мозырь. В его трудовой книжке появляется первая запись. Мастер строительных работ СПМК-123-300 Мозырь-Сельстрой. Потом занимал должности прораба, начальника участка, заместителя начальника по снабжению, главного инженера уже СПМК-42. Работал главным инженером и в тресте стройкомплект при Мозырь-Сельстрое. С 1991 года на протяжении 15 лет аналогичную должность занимал на Мозырском домостроительном комбинате. А с июня 2006 года, вот уже 12 лет, Александр Соболев – генеральный директор открытого акционерного общества «Мозырский домостроительный комбинат». В целом трудовой стаж Александра Александровича на предприятии практически совпадает с историей существования Мозырского ДСК, который был создан в 1989 году. Таким же образом лидер Мозырского ДСК сумел привести предприятие, которое изначально занималось лишь возведением коробки дома, к тому, что сегодня оно способно из собственной продукции построить жилой дом под ключ. А это значит, что команда единомышленников Мозырского ДСК всегда ставила перед собой только высокие цели. В 2007 году, еще задолго до модернизации, на предприятии задумались над тем, как бы изменить выпускаемую продукцию. Начали прорабатывать разные варианты. Как раз подоспел и указ президента о некоторых вопросах развития строительной отрасли. Мозырский ДСК попал в госпрограмму совмина по модернизации. И уже в конце 2007 года был заключен первый контракт с итальянской фирмой о поставке оборудования. Нужно было понимать, что модернизацию мы выполняли на действующем предприятии. То есть люди выпускали старую продукцию, монтировалось новое оборудование. И уже начало 2010 года мы выпустили первую продукцию. То есть объем работы был проделан очень колоссальный. Люди трудились и днем, и ночью. Сегодня предприятие загружено на 100%. Его продукция востребована на строительном рынке. Оно постоянно внедряет новые технологии. Мы перешли на двухшаговые панели. На чем-то, если раньше ценовая панель была 3,60, то сегодня 7,20. То есть тем самым сократили сроки строительства, увеличили выручку, увеличили заработную плату, сэкономили электроэнергию, уменьшили количество швов. Если говорить о самом производстве, то на комбинате изготавливается практически вся продукция, необходимая для строительства жилого дома. Технологический процесс налажен так, что все изделия из железобетонной конструкции практически полностью готовятся в заводских условиях и поступают на стройку в готовом виде, где их остается только смонтировать. Дома Мозорского ДСК напоминают дома-термосы, такие же теплые и энергосберегающие, с новыми планировочными решениями. Комбинат единственный в стране строит дома, в которых люди с ограниченными возможностями беспрепятственно попадают в лестнично-лифтовой холл. После проведенной в 2015 году технической модернизации и внедрения ряда новшеств, предприятие, также единственное в Беларуси, возводит 11-этажные дома, типовой проект которых позволил снизить себестоимость квадратного метра. Это дома, новые планировочные решения, которые, это угловая блок-секция, которая вот уже во второй раз нами применена, введена в эксплуатацию, чем она прекрасна. В этой угловой блок-секции мы получили дополнительных 6 квартир, 3 однокомнатных и 3 двукомнатных квартиры. И мы видим на этот дом, глядя на этот дом, видна как бы его мощность этого дома. То есть он массивный, огромный, смотрится очень красиво. Сегодня Мозорский ДСК строит одноэтажные дома с мансардным этажом, двухэтажные таунхаусы, многоэтажки вплоть до 19 этажей, в планах строительства 25-этажных домов. В 2017 году на предприятии освоили выпуск окон и балконных рам. Дополнительно создали 6 рабочих мест. Получили совершенно новое качество окон, которые в дальнейшем не требуют у нас никаких регулировок и претензий. Вопросы по окнам как бы у нас отпали. Ибо раньше мы проводили тендера, выиграли и рога, и копыта, которые снижали цену, тем самым ухудшая качество окон. И много этих проблем, которые еще до сегодня аукуваются у нас. Поэтому было принято решение в техническом совете о том, чтобы самим производить эти окна. Запущено, куплено оборудование, оно запущено, все в сроки, прекрасно работает. Мозорский ДСК насчитывает 790 работников. Хотя на момент назначения Александра Соболева директором предприятия их численность составляла лишь 247 человек. Увеличение объемов производства требовало увеличения количества работников. Сегодня средний возраст сотрудников комбината составляет 30 лет. Руководитель предприятия, как человек, имеющий стопроцентный инженерный расчет, прекрасно понимает – сила предприятия в его профессиональном коллективе. А это равноценная смесь молодости, силы, энергии и безупречной репутации, богатого опыта работы, которые всегда так ценились на строительном рынке. Что самое сложное – это коллектив, это команда. Команда единомышленников. Команда, которой не надо здесь разговаривать, не надо переспрашивать. Команда понимает, что делать, они понимают – с полуслова. Тогда легко работать, тогда все получается. Без команды нет коллектива. Нет коллектива – нет работы. Нет работы, нет зарплаты, нет загрузки, нет ничего. Успех, конечно, это в команде. Команда единомышленников, которые поверили в то, что модернизируют наше предприятие, мы достигнем той цели, которую имеем сегодня. Я им всегда говорил, неважно, где мы живем, главное – все, что мы делаем. И это было сказано не зря, потому что даже компания «Пик Москва» – это очень большая компания, которые, ну, раз 12 по объемам больше нас, и не приезжали к нам учиться. Это не самое главное, что мы находимся в Мозыре, а кто-то в Москве. Имеет значение. Знание выше всего. Об этом нашему герою говорил и его наставник, первый руководитель Александра Соболева, директор Треста «Мозырь-Сельстрой», а после и министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Иван Альбинович Кенек. Он советовал быть справедливым и знающим специалистом, ибо люди сразу видят, знает человек свое дело или нет. Отсюда и соответствующие отношения к руководителю. Исходя из этого, Александр Соболев и строит свои взаимоотношения с сотрудниками. Ценит в них честность, что подразумевает правдивость и смелость. Даже если у тебя что-то не получается, приди просто скажи, что я сделал так, так, так. У меня не получилось. Но никак не вилять. У меня есть 13 пунктов, которые запрещены в кабинете. Звонил, не дозвонился. Заходил, но вас не было. Искал, не нашел. А я думал, это было до меня. А я докладывал. А мне никак не говорил. А мне никто не говорил. А почему я? Не передавали. Хотел как лучше. Я хотел, но не получилось. Я ему сказал, а он не сделал. Меня в это время не было. Надежность, стабильность, оперативное реагирование на запросы рынка недвижимости позволяет Мозорскому ДСК успешно сотрудничать с зарубежными партнерами. На протяжении уже не одного года совместно с Курской строительной компанией предприятие выполняет застройку жилого комплекса из десятиэтажных панельных домов. Майский бульвар города Курска, где комбинат ведет строительство, получил название «Белорусский квартал». Там построено более 1200 квартир. Дома Мозорского ДСК, помимо белорусских городов, возвышаются в Смоленске, Новозыпкове. Сегодня также ведется застройка в городе Калуга. Изучается рынок Украины. Есть предварительное соглашение на строительство порядка 40 тысяч квадратных метров жилья. Ведутся переговоры с Прибалтикой. Словом, работы много, планов громадьё. За время руководства Александра Соболева Мозорским домостроительным комбинатом предприятие трижды заносилось на областную доску почёта, дважды на республиканскую. Профессионализм самого Александра Александровича отмечен нагрудными знаками «Гоноровый будауник» за заслуги у будауництвия и орденом национального бизнес-рейтинга. Также в 2017 году в Москве Александру Соболеву вручили почётный знак «Строительная слава». Самое главное заселение, наверное, когда мы строим людям жильё и при встрече те люди, которые знают меня, а знают многие, потому что Мозор не такой большой, это и я здесь, наверное, при этом мне говорят спасибо и улыбаются. Вот это самое главное. А вообще самое главное в жизни, добавляет Александр Александрович, это чтобы люди были счастливы, чтобы на работу шли с радостью, чтобы с радостью возвращались домой, а дома, чтобы был мир, покой, тепло, уют и любовь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова